Кафедра мосты и тоннели. Лекция 8-9. Название лекции «Фундаменты глубокого заложения. Свайный фундамент. Классификация свайных фундаментов». Лекцию составила Тургумбаева, ассистент кафедры Тургумбаева. Область применения свайных фундаметров. При строительстве на слабо сжимаемых грунтах. Большая глубина прочного основания. Есть и грунты прочные, но использование свай экономичнее. Сваи называют погруженный в готовом виде или изготовленный в грунте стержень, предназначенный для передати нагрузки от сооружения на грунт основания. Отдельные сваи или группы сваи, объединенные поверху распределительной плитой или балкой, образуют свайный фундамент. Распределительная плита или балка, объединяющая головы свай, распределяющая и передающая на свои нагрузки от расположенного выше сооружения, называется ростверком. Виды ростверка. Если ростверк заглублен в грунт, и его подошва расположена непосредственно на поверхности грунта, то его называют низким ростверком. Если подошва ростверка расположена выше поверхности грунта, его называют высокий свайный ростверк. Сваи делятся на основные типы. Первый по характеру взаимодействия с грунтом, по расположению сваи в плане, по материалу, по условиям изготовления и по способу заглубления. По характеру взаимодействия с грунтом делятся на две виды. Это сваи стойкие, которые передают нагрузку на грунт нижним концом и опираются на скальный или малосжимаемый прочный грунт. Второй это висятие сваи, сваи трения, опирающие на сжимаемый грунт и передающие нагрузки на грунты основания, боковой поверхности и нижним концом. По расположению сваи в плане, бывают одиночные сваи, применяют под легкие сооружения, когда несущей способность одной сваи достаточно для передати нагрузки на грунт. Сложность. Необходимо точно забить сваю, отклонение от оси в плане у одиночных сваи плюс-минус 5 см от вертикальной оси не более 5 градусов. Б. Свойный куст устраивает под колонны или отдельные опоры конструкции, которые показаны на рисунке А. Б. Ленточные свайные фундаменты устраивает под стены, здания и другие протяженные конструкции, сваи располагает в один или несколько рядов. Сплошные свайные поля устраивает под тяжелые сооружения башенного типа, сваи располагаются в определенном порядке под всем сооружением. По материалу бывают железобетонные и бетонные, а также деревянные, изготовляют из бревен хвойных пород, сосны, ели, лиственницы, диаметр которых могут быть от 22 до 34 см и длиной от 65 до 85 метров, соответствующие требованию ГОСТа. Б. Достоинство – простота изготовления, небольшой вес, а недостаток – малонесущая способность, трудность погружения в плотные грунты и опасность гниения переменной влажности. Стальные достоинства – возможность наращивания сварки по мере погружения в грунт и недостаток – подверженность коррозии для защиты поверхности, покрывая битумом или эпоксидными смолами. По условиям изготовления. Сваи изготавливаем заранее на заводах или в полигоне и затем погружаем их в грунт. Б. Сваи изготавливаем по месте в грунте. То есть здесь пробурывают скважины, потом вставляют арматурный каркас, а затем заливают бетон. По способу заглубления в грунт бывают забивные, набивные, буровые и винтовые сваи. Забивные сваи также по материалу изготовления бывают железобетонные, деревянные, стальные, которые погружают в грунт без его выемки. Забивные сваи. Забивные сваи. Забивные сваи колонны двухконсольные и сваи сплошного сечения с напрягаемой арматурой в центре ствола. Второе число означает длина сваи. Там размер единицы в дециметрах указано. Если 60, то в метрах это будет 6 метров. 35 это сторона поперечного сечения. Если квадратные, то могут быть 35 на 35 и так далее. Или 40 на 40, 45 на 45 и так далее. После черточки это указывается арматура. Класс арматуры. А арматура, а там идет уже цифра какого класса. Может быть 5, 4 и так далее. Забивка сваи механическим молотом. Здесь показана забивка сваи механическим молотом. Схема также показана. Забивные железобетонные сваи подразделяют по форме поперечного сечения, а также продольного сечения. По форме поперечного сечения они бывают квадратные, квадратные с круглой полостью, полое цилиндрическое сечение, прямоугольные, тавровые, двухтавровые, швеллерные. А по продольному сечению могут быть призматические, цилиндрические, пирамидальные, трапецидальные, ромбовидные, суширенные, пятые, буловидные. По способу армирования бывают сваи с ненапрягаемой арматурой и с предварительно напряженной продольной арматурой. Второе это с поперечным армированием и без него. Призматическое с поперечным армированием ствола здесь показано на рисунке А, а также на рисунке В показано без поперечного армирования ствола. А в рисунке В показано с круглой полостью. На рисунке Г полое круглое. По способу погружения готовых сваев грунт бывают забивные, вибропогруженные, вдавливаемые, завинчиваемые и погруженные в лидерные скважины в очень плотных грунтах. Сваи изготавливаемые в грунте бывают набивные, буровые и свайные. Скважины можно делать взрывом, бурением или вытрамбовкой, последовательными ударами специальной конической бабы. Буронабивные сваи устраиваются предварительным бурением скважин до заданной глубины с последующим формированием ствола сваи. В зависимости от грунтовых условий, буронабивные сваи устраивают одним из следующих способов. Первый, без крепления стенок сважин, называется сухой способ. С применением глинистого раствора для предотвращения обрушения стенок. И крепление стенок сважины обсадными трубами. Сухой способ здесь применяется для таких видов грунтов, то есть как глинистый, твердый, полутвердый и тугопластичной консистенции грунтов. Вот, как я говорила, первое, это устройство буронабивных сваи без крепления стенок скважин, то есть сухой способ. Что мы делаем? Пробуриваем скважину, затем устанавливаем арматурный каркас, заливаем бетон и вот так у нас получается устройство буронабивной сваи без крепления стенок, то есть сухим способом. Третье, это с применением глинистого раствора. То есть глинистый раствор загоняем в трубу, чтобы не было обрушения стенок. После застывания, затем заливаем бетон. Третье, это крепление стенок скважины обсадными трубами. Здесь вот показаны трубы, устанавливают обсадные трубы, потом устанавливают каркасы и затем заливают бетоном. Также могут быть с извлеканием обсадной трубы, может обсадные трубы остаться, а также могут его постепенно извлекать обсадную трубу. Здесь также показана схема. Устанавливаем буровой станок на точку бурения, потом погружаем обсадную трубу до проектной отметки, потом погружаем арматурный каркас в скважину, заполняем скважины бетоном, автобетонным смесителем и извлекаем обсадную трубу. Следующая схема также установка бурового станка на точку бурения, потом погружаем колонн, шнековые колонны до проектной отметки, извлекаем оттуда шнековые колонны с одновременем закаткой бетона, закативаем бетонную смесь. Перемещаем буровой станок на новую точку, погружаем арматурный каркас при помощи вибропогружателя и оставляем там арматуру. Так, и третья схема, установка бурового станка, бурение на проектную отметку с одновременным погружением шнековой колонны, бетонирование скважины через шнековую колонну с одновременным подъемом шнековой колонны или обсадной трубы, отъезд буровой установки от скважины и выгрузка грунта из обсадной трубы с помощью левого вращения шнековой колонны, погружение армокаркаса вибропогружателем с помощью подъемного крана или буровой установки скважины, наполненной бетоном и готовые сваи с выпуском арматуры. Недостатки буровых набивных сваи, трудность контроля их качества и необходимость выдерживания до приобретения проектной мощности. Подвержены действию агрессивных ввод и агрессивных веществ по избежанию последнего применения сваи с неизвлекаемой оболочкой. Достоинство, экономичность, малый расход арматуры, отсутствие динамических воздействий при производстве работ и большая несущая способность – главный фактор. Также винтовый, винтовый, она состоит из лапости, потом из бетона, также изготавливается из бетона, оголовки и ствола. Бывает двухтабровый, швелерный, брусовый и ленточный. Виды винтовых сваи со сварными наконечниками для малоэтажного строительства применяют. Также со сварными наконечниками для каменных грунтов применяют. Также для обведенных и талых грунтов, также для вечно мерзлых грунтов и малоэтажного строительства. статистика использования типа сваи основном используется буронабивные сваи зависимости от диаметра большого и малых и забивные свои 42 процента 6 процентов используют только винтовые сваи вот чтобы подкрепить ваши знания вот я составила вам тесты 1 фундамент представляющий собой погружены в готовом виде или изготовленных грунте стержень объединенный по верху распределительной плитой или балка предназначены для передать и нагрузки от сооружения на грунт основание какой из видов грунтов относится к извиняюсь к основной виду фундамента относится данный наш вопрос свайный фундамент столбчатый фундамент ленточный фундамент сплошной фундамент 2 какая разновидность ростверка изображена на картинке. Низкий ростверк, высокий ростверк, низкий ростверк заглубленный в грунт и низкий ростверк на поверхности грунта. Следующее. Какая разновидность по расположению сваи в плане изображена на картинке? Одиночные сваи, свайный куст, ленточные сваи, сплошные свайные поля. И четвертый вопрос. На какие основные типы делятся сваи? По характеру взаимодействия с грунтом, по расположению сваи в плане, по материалу и условиям изготовления, по способу заглубления в грунт. Пятый вопрос. Необходимо соотнести картинки в зависимости от грунтовых условий, буронабивные сваи устраивают одним из следующих способов. Каким способом устраивают буронабивные сваи? По данным картинкам вы должны назвать способы. Правильно ли указаны способы данной картинки? Например, в первой картинке какой из видов способов, то есть устраивание буронабивные сваи здесь показан. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok